Приветствую вас, Александр. Я прочитал ваш текст на ваш вопрос. Я могу сказать, что несмотря на то, что вы пишете, что хотите быть с ней, своей женой в смысле, вы пишете вроде как чего хотите. Мне совсем понятно, чего конкретно вы хотите от специалистов. В чем вам нужна помощь, если в том, что вы пишете мне нужна опора или позиция, от которой я должен отдалкиваться и ставить свои условия, ну, необходимо разобраться с причинами, почему этой позиции у вас нет. Это причина, это, так сказать, основание, по которому у вас нет четкой своей позиции, скрыты в некоторых моментах, которые вы, в частности, описывали в своем тексте. И, наверное, это то, что связано непосредственно с вами, но не с вашей женой. То, что вы в растерянности и спрашиваете, как быть дальше, на мой взгляд, противоречит предыдущему вашему предложению, где вы пишете, что вы хотите быть с ней. То есть как быть дальше для того, чтобы быть с ней. И, соответственно, возникает в таком случае довольно простой вопрос, на что вы готовы, чтобы быть, собственно, с ней. То есть если вы готовы на то, чтобы терпеть все, что происходит, это одно, если не готовы, это другое. А сейчас ваша жена написала вам о том, что ей мешает прочно, и вообще, да, по описанию получается так, что она ревнует очень сильно. Вот. То есть не может принять того, что у вас была другая женщина раньше, и что есть ребенок от нее. Вот. И, да, понятно, вот вы описываете как бы ревность, вы описываете такую вот тревожность и так далее. Но. Но. Это серьезная проблема. Ваша проблема в том, что вы сами переживаете. Ваша проблема в том, чтобы разобраться в себе и увидеть ваши собственные проблемы, понимаете. Чтобы, например, не воспринимать, допустим, свою жену как реальную угрозу себе, а именно это сейчас у вас происходит. У меня есть ощущение, что вы не то чтобы не умеете свои позиции, у меня есть ощущение, что вы просто вот в себе не уверены. И, что важнее, вы пытаетесь апеллировать к тому, что не только с вами это может произойти. Я думаю, что любой человек так же чувствовал, как и я, вот, это тоже позиция, по сути, удержания себя в своих привычных рамках, удержания себя в своих привычных моделях поведения. Если посмотреть на вашу ситуацию, так скажем, глобально, да, то вы увидите, что у вас не получилось отношения с первой женщиной, не женой, потому что, ну, гражданская жена, это не жена, это просто... просто партнер. Вот, у вас не получается отношения со второй женщиной. И совершенно очевидно, что вы, на мой взгляд, выбираете, во-первых, определенного типа женщин, к которым у вас не получается построить отношения. Может быть, к которым вам не подходят, может быть, еще что-то. И что-то в вашей модели поведения, ну, в общем, ведет к разрушению отношений. Вот, что-то в вашей модели поведения, ведет к разрушению отношений. Честно говоря, я думаю, что на это есть несколько таких вот глобальных причин, глобальных оснований. Первая причина заключается в том, на мой взгляд, что женщины, которых вы выбираете, являются отражением вашей романтической натуры. То есть, если вы, как вами же самим говорилось в тексту, являетесь романтиком, и вам нравится что-то делать для, там, своей женщины. Вот, хотя, я думаю, не только романтику нравится что-то делать для своего любимого человека. Ну, ладно. Если вы романтик, и выбираете, эээ, таких женщин, которые могли бы, эээ, как бы, ну, оценить то, что вы, эээ, романтик, да, оценить вашу романтическую натуру. Вот, эээ, то, соответственно, это, ну, определенная эмоциональность, это определенная такая чувствительность, определенная восприимчивость к подобным вещам. И, эээ, как следствие, это, ну, некий такой, эээ, тип характера, да. Эээ, у которого, у которого есть, как, эээ, позитивные стороны, вот, в данном случае, эээ, отзывчивость на ваш, эээ, на ваши романтические проявления. Так, и негативные стороны, эээ, в виде определенной неврелости, в виде определенной неуверенности, в виде определенной эмоциональности, даже истеричности. Как, например, это происходит с, эээ, вашей текущей, текущей женщиной. Когда человек, по сути, ну, ревнует вас, когда человек, по сути, боится изменений. Ну, вот, это уже превращается в, эээ, такого, своего рода паранойю, да. И вы, эээ, тем, что пытаетесь человека убедить, что это не так, вы, конечно же, подкрепляете у него, эээ, эту самую деструктивную модель поведения. Потому что человек получает, как бы, ну, позитивный результат на, эээ, в ответ на свою, на свою победитель. Вот. Эээ, это первое, первое, что, эээ, хочется вам сказать, да. Вот. Эээ, второе, что, эээ, что мне кажется, эээ, важным моментом. Это то, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с женщинами. Мне показалось, хоть вы об этом практически не говорили в своем тексте, мне показалось, что отношения с женщинами вы выстраиваете, мягко говоря, на достаточно узких, если быть точным, гендерных, ээээ, основаниях. То есть, эээ, вы воспринимаете женщину как исключительно только женщину, эээ, вы общаетесь с ней как мужчина и женщина, эээ, только и никакого личностного, межличностного, если угодно, взаимодействия между вами нет. Эээ, из-за этого вы испытываете нехватку общих интересов, из-за этого вы испытываете, эээ, проблему, когда в отношениях, эээ, партнеры видят друг друга исключительно как представителя своего пола и не более одного. И все сводится к такому вот гендерному восприятию. Эээ, на человеческом же уровне, на личностном уровне, к сожалению, ничего нет. Ничего нет от слова совсем, ну, может быть и не совсем, но в данном случае, вот как мне показалось, особенно с вашей текущей женщиной, вот, женой, эээ, ну, мне показалось, что никакого личностного взаимодействия вообще нет. Вот. Следующий момент, на который я хочу, эээ, вам указать, это момент, эээ, связанный с, эээ, стеснительностью, эээ, с робостью, ээээ, с вашей активностью, которую вы привязываете к, ээээ, своему романтизму и привязываете к обратной связи. От вашего партнера. Что касается стеснительности и робости, то это не принятие себя, а в определенной степени это стыд, эээ, то есть обесценивание неких своих, эээ, порывов, своих чувств, эээ, что является отдельной проблемой, с которой нужно работать. Это страх, страх осуждения, эээ, может быть, страх наказания иногда бывает, вот, но это вообще зависит, в основном, вот, там, ту, ну, точку зрения, от позиции. Вот. Ээээ, это первое. Второе. Эээ, что касается, вот, активности. Мне показалось, что, вот, вы, конечно, скорее всего, это будете отрицать, но мне показалось, что в своей активности вы, своя романтическая активность. Вы напарываетесь на несколько острых моментов. Первый момент это то, что в своей активности вы часто игнорируете свои возможности, делая что-то через силу, когда вам становится откровенно тяжело, когда вам становится откровенно трудно это делать, когда вы это делаете уже как бы через жертву, превозмогая себя. И второе это то, что делаешь что-то для своего партнера, для своей женщины и вы ждете ничего-то в ответ. Оба этих момента представляют собой ту самую личностную незрелость, о которой говорил мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Это проявление той самой незрелости, потому что незрелость это не самостоятельность, это отсутствие контакта с нами с собой, то есть это непринятие своих возможностей. То же самое делаете и вы. Вы не принимаете свои возможности, свои какие-то вот ресурсы, да, и так далее. И благодаря своей активности вы создаете условия для созависимых отношений, вот, собственно, как, коими являются ваши отношения с женой сейчас, текущие. Дальше. Вы пишете о том, что вот в первом отдаче вы пишете про алкоголь, про легкие наркотики, вы пишете, что без своей жены вы погружались, собственно говоря, в эти два не очень хороших момента, вот. После того, как вы начали встречаться с женой, последовал ряд, последовал ряд требований, в том числе, требования о прекращении употребления этих двух моментов. Вот, что вы сделали и продолжаете делать до сих пор, я считаю, что вам это на пользу. Это очень здорово, но, есть одно но. Ситуация с уходом в некий такой, ну, вымышленный мир, да, чепосредственно алкоголь и наркотиков, выглядит примерно так. Вы встречаете с одной женщиной. У вас, значит, появляется ребенок, вы чувствуете, что разлюбили, и теряется смысл вашей жизни. То есть, смысл жизни ваш сводится либо к чувствам, да, либо к, вот, значит, ну, к тому, чтобы быть в отношениях, либо непосредственно к человеку, который, ну, рядом с вами находится. О чем нам говорит данный момент? О том, что есть проблема у вас, вероятно, с личностным смыслом, то есть, вот, глобальный, если можно так выразиться, экзистенциальный смысл вашей жизни, вот это может быть проблемой достаточно серьезной, достаточно большой для вас. То есть, это отсутствие какой-то своей собственной, ну, как бы, цели в жизни, отсутствие своих собственных ориентиров в жизни, вот, и так далее. То есть, это, вот, про данный момент. То есть, это ваша собственная личностная нестабильность в жизни, вот, которая, собственно говоря, проявляется, вот, ну, вот в том, что вы называетесь в отношениях. Вот, и что вам, самому, грубо говоря, вот, ну, именно, именно, вот, самому вам, ну, не особо так вообще считать нужно, да. То есть, вы склонны как раз таки растворяться в другом человеке. Из-за того, что вы склонны растворяться в другом человеке, вполне вероятно, что, ну, вы, вот, в какой-то степени можете, если можно так выразиться, раболепствовать перед ним. То есть, придавят человеку излишнюю значимость, излишнее значение. Это, опять же, создает ощущение, что вы, ну, как бы, слишком нуждаетесь в, ну, вот, в человека, слишком сильно нуждаетесь в человеке. Это искусственно увеличивает значимость партнера и, соответственно, создает вот такое неприятное ощущение, когда человеку может казаться, что он, там, собственно, отношения, ну, как бы, ну, двигает вперед, да, а, собственно, вы не делаете ничего. Хотя, на самом деле, это не так. Следующий момент. Следующий момент. Это то, что, если вы зависимы, если вы чересчур, вот, ну, возводите своего партнера, значимость своего партнера чересчур. Возвращаетесь, что получается, что вы поставиваетесь под него, вы не принимаете себя, да, полностью себя не принимаете. И, соответственно, не принимая себя, вы демонстрируете партнеру, что себя можно как раз таки не принимать. И если вы демонстрируете партнеру, что себя можно не принимать, то и партнер вас перестает принимать. Он, значит, начинает требовать от вас какие-то вещи, требовать от вас каких-то действий, значит, требовать от вас, там, изменений каких-то и так далее. То есть, вы, ну, не видите своей ответственности, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, вы не видите своей ответственности в том, что, значит, происходит. Ответственность в этом в том, что именно вы формировали у своей жены ваше отношение к самому себе. Битлав, ваша жена не могла бы формировать то отношение, значит, ну, то отношение к вам, которое у нее есть. Ну, которое или есть, или там, как бы, формировалось, да? Ну, вот. Это очень важно. Следующий. Следующий. Момент, на который я хотел бы вам указать, это момент, связанный с, ээээ, скандалом. То есть, вы, вот, говорите о том, что у вас есть, ну, ссоры, наверное, вы ссоритесь с, ээээ, достаточно, вот, много. И, ну, ссорились, да, что у вас, вот, очень много, ну, каких-то вот конфликтов возникало с женой. Вот. А, вы знаете, а, это момент, конечно, крайне неприятный. Эээ, как бы, спорить с этим, эээ, невозможно, но, эээ, я рекомендовал бы вам, эээ, здесь следующее. Эээ, для начала, для начала, изучить, эээ, психологическую игру ээээ, скандал, чтобы понять, эээээ, как, например, работают ссоры между людьми, да? что происходят они как раз таки по той причине, банальной причине, что люди боятся близости, боятся эмоциональной близости, боятся физической близости, то бишь интимной, и таким образом возникает, собственно говоря, скандал. И вам необходимо понять, что скандал нужен людям для того, чтобы отбрасывать напряжение, что без скандала людям, ну практически, ну не то чтобы прям невозможно, но я бы сказал, что крайне тяжело, но бывает. Поэтому скандал им такое довольно частое явление, вот. Да, как сказал мой коллега, опять же, справедливо, что в скандал вы, ну как бы, уносите свой вклад, и, соответственно, вам необходимо именно со своим вкладом, да, поработать, то есть чтобы вы не участвовали в ссоре, потому что без вас скандала бы не было. Вот, да, вы склонны избегаться от проблем, вы склонны их не решать. Это тоже такой вот ваш личный момент, что вы боитесь проблем, что вы, как бы, негативно, может быть, к ним относитесь, к проблемам, вот. Я не думаю, что вас можно за это винить и винить. Но мне все же кажется довольно важным указать на то, что бегать проблем не решает эти самые проблемы, вот. И что ваша, ну, ваша жена, ваша жена, это ваше ображение. То есть это вот то, какой вы, к сожалению. И, как бы, ваша жена, она демонстрирует, что в целом вы достаточно тревожный, очень неуверенный в себе человек. Да, опять, понимаете, вот, по вашей жене, по вашей жене, можно достаточно, ну, достаточно хорошо рассказать о вас, вот. Понимаете, какая штука? И, как бы, это то, что вам нужно сейчас поработать. А, позиция, именно позиция. Та самая, на которую вы хотите опираться. Возможно только при наличии личностного смысла ва-ва-вашей жизни, чтобы в ней было что-то еще, помимо-помимо другого человека. Кстати, очень большую часть текста составляют ваши претензии к жене. Вот, что, как бы, говорит о том, что вы пытаетесь перекладывать ответственность на нее, ну, на жену, я имею в виду. Вот, это, конечно, очень такой, ну, достаточно показательный, я бы сказал, момент. Вот, показательный момент, потому что, ну, вы не ищете причин этой ситуации в себе, да, именно, вот, претензии к своей жене. Вот, в итоге, даже если вы сможете ее вернуть, да, то, ну, ситуация особо не изменится. В том плане, что, ну, ваши конфликты будут продолжаться и дальше. Следующий момент, вот, вы и пишите, а хочу разобраться, уже теряю надежду на счастье. Смотрите, складывается такое ощущение, по крайней мере, у меня, что ваше счастье составляет другой человек. То есть, без человека, вы несчастливы. Вот, вопрос, именно вопрос, который вам надо бы себе задать. Связан именно с этим. Мне нужен другой человек, чтобы быть счастливым. Почему, или из-за чего, я не могу быть счастливым сам по себе. Дальше, был первый раз, был первый раз, прожил в гражданском браке 6 лет, есть дочка. Ну, и как я уже сказал вам, что гражданский брак это не брак, гражданский брак это, по факту, сожительство. Это, по факту, ну, я бы сказал, это такое, знаете, ну, просто сожительство. То есть, это совместно какое-то, вот, проживание без юридических, так сказать, обязательств, да, без привязки к человеку, да, без привязки к партнеру. В этом нет ничего плохого, это абсолютно нормально, вот, в современном мире, ну, вот. Но называть это гражданским браком никак нельзя, потому что само, ну, вообще, вот, само словосочетание, гражданский брак, да, оно, в принципе, является фикцией. Потому что, ну, как я уже сказал, гражданский брак не влечёт за собой никаких обязательств, вот, а значит, значит, это не брак, вот. То есть, это может быть чем угодно, это может быть, это может быть как угодно, но это не брак, вот. Это не брак, потому что, ну, нет, каких-либо обязательств, вот, повторю, это очень важный момент, вот. Дальше. Ей дочь, а гражданскую жену я разлюбил, жил с ней исключительно ради ребёнка. Ну, смотрите, всё, значит, разлюбил, во-первых, да, то есть, ну, если вы её разлюбили, значит, когда-то вы её любили, соответственно, было бы весна неплохо определить, что вы понимаете под любовью, да, то есть, ну, как вот вам воспринимается любовь, что по-вашему, по-вашему любовь из себя представляет, вот, было бы, ну, крайне неплохо это определить, вот, что произошло, что вы её разлюбили, а почему вы считаете возможным жить человеком ради ребёнка, да, то есть вы, ну, правда, думаете, что ребёнок, который будет счастливым, вот, то есть, опять же, это всё, эти все моменты нужно достаточно подробно рассматривать, потому что из них складывается ваше восприятие, вот, окружающего, в том числе мира, вот, которое может быть, ну, скажем так, не очень, не очень реалистичным, да, вот. Дальше. В какой-то момент встретил девушку, в которую влюбился, которая видела во мне мужчину, мужа в своё будущее, ну, вот видите, здесь у вас, я бы сказал, есть некая такая попытка переложить ответственность за свою неопределённость, да, вот, на женщину, вот, на женщину, вот, в этом, ну, есть, конечно, трудность, потому что, ну, как бы, хочется, знаете, такой вопрос он задал, который видел во мне мужчину, мужа и своё будущее, то есть, она взяла и всю ответственность, да, переложил на вас, получается, ну, если вот, если так вот, да, эту ситуацию рассматривать. И вот именно такие отношения получаются вы, выстраивающие, с женщиной, кто видит в вас мужчину, мужа и будущее, но отношения строятся не на этих основаниях, я имею в виду здоровые, независимые, отношения строятся на немножко других основаниях, не на том, чтобы видеть мужа и своё будущее. Это довольно ограниченная и зависимая позиция. Значения строятся на общих интересах, на личностном взаимодействии, на чем-то общем, а не на вот таких вещах. Эти вещи тоже важны, но они не прямо степенны. Ну, для вас, как вы видите, это довольно-таки значимо. Дальше. Чем для вас так важно, чтобы женщина видела в вас мужчину и муж? Отлично для вас. Чем это так важно? На мой взгляд, на мой взгляд, здесь есть ваша собственная заинтересованность. Вот, то есть, ну, вы сами замотивированы в том, чтобы женщина, ну, вот, видела вас, там, как раз, мужчину, мужа. Вот, вы хотите, хотите этого. Вот. И идея, идея заключается в том, чтобы вам для себя, чтобы вам для себя, вот, понять этот момент. Чем это для вас так важно? Вот. Дальше. Я ей рассказал все честно, как остается у меня дела, рассказал, что есть дочь, что жена с ней перестала видеться. Почему? Спустя пару лет мы снова встречались, я был готов на перемену жизни, так как, в той жизни я скатывался на дно, в прямом смысле. Ну, опять же, вопрос, да, почему вы скатывались на дно, то есть, как бы, ну, в результате чего это произошло? То есть, вы хотите сказать, что, вот, ну, ваша жена, она вас спасла, ну, фактически, вы хотите это сказать? Я так, вот, ну, полагаю, что вы хотите сказать это. Но вопрос заключается в том, что это значит, что сами вы не справились, по сути. То есть, сами вы не справлялись со своей, ну, со своей ситуацией, со своей жизнью. Значит, у вас уже были некоторые, некоторые трудности, вот, которые вы сами не могли разрешить, и эти самые трудности продолжали, продолжали, вас преследовать, скорее всего, и после того, как вы, ну, вот, начали, начали встречаться, а после и женились, я так понимаю, на своей жене, вот. То есть, идея здесь заключается в том, что вы изначально приложили ответственность за решение своих проблем на свою жену. После пары встреч я прямо сказал, если хочу быть с ней, зачем? Был ряд условий, что я должен категорически бросить спортное наркотики, опять же, сразу условия. Согласился, по всей день соблюдая, причем не чувствуя что-либо потерял, а понял, что это мне напомню, она сможет меня в этом удержать. Почему вы сами не можете себя в этом удержать? Я учил вас гражданской жены и дочки, вы не могли уйти от жены, она не была вашей женой, рассумеется, но в своих сто моментов буду оплачивать добровольно. Есть ощущение, что вы здесь обрадываетесь перед нами? А я, собственно, делаю последний так. Приехал к ней в квартире, начал делать ремонт. Зачем? Она сводила меня к домашне, хочет только серьезных отношений, закрепленных браков. Что такое, ее не устраивает. Какое такое? Это неуверенный в себе. Золотой человек, неуверенный в себе, хочет вас привязать. Хочет стабильности, хочет соопределенности. Опять же, как и вы. Как и вы. Малыш, я, собственно, согласился, так как не был против сам, а по-настоящему влюблен. Ну, что такое по-настоящему влюблен, большой вопрос. Купил ей кольцо, сделал предложение, мы расписались. Подарил ей браку семшенька. В общем, много бабарков. Есть ощущение, что вы, как бы, считаете, что ли кто, что, сколько сделать для кого. Я понимаю, что клуб в этом отношении не много. Я действительно люблю ту, которая была на начале отношений. Вот. По сути, вы влюбились в образ. О чем я и пытаюсь вам сказать. Что, когда люди видят друг друга, как вот вы сказали, свое будущее. Значит, ну, в вашем случае, наверное, женщину и жену. Да. Когда происходит такая ситуация, то человек идеализируется. Ну, а потом, потом, обязательно наступает деидеализация. Она наступает, деидеализация, она наступает всегда. Потому что вечно удерживать образ человека, ну, невозможно. И начинается, конечно же, проблема. Самые, самые разные проблемы. Такие, как вот, например. У вас всегда постоянные условия. Споры, ссоры, фрустрация. Ну, на тему того, что ты не такой, каким я, там, допустим, хочу тебя видеть. Ну, и так далее. И так далее. То есть, все это, к сожалению, вследствие именно того, что изначально люди выстраивали отношения по принципу необходимости и желания получить что-то для себя, а не для того, чтобы сделать что-то для другого человека. Это тоже делалось, конечно, но немножко не так. Со временем я начал замечать не просто негатив, а ненависть в свою сторону. Правильно, потому что вы источник ее возвращения. Вы не даете ей то, чего она ожидала от вас получить. И правда в том, что никто не может дать другому то, чего тот сам хочет. Породу такой степени, что я был в состоянии аффекта чувствовать себя ничтожить. Ну, мне кажется, здесь неверно выразилось, да? То есть, вот мне нужно, нужно, чтобы вы пояснили, что вы имеете в виду породу такой степени. Чувствовать себя ничтожить. Ну, это ваше ощущение. Я не думаю, что вам для этого нужен кто-то. Чувствовал ненависть как вербально, так и невербально. Вопрос не в том, чувствовали ли вы ненависть. Вопрос в том, как вы это воспринимали. Распишу несколько моментов, после которых у меня такое проявлялось. Далее вы пишите претензии к своей жене. Честно говоря, читать я этого смысла никакого не вижу, потому что, ну, на мой взгляд, как бы, претензии абсолютно на другого человека. Если вам, к примеру, кажется, что, вот как вы говорите, что эти претензии, эти претензии все в цель, да, то есть вот именно в цель, вот, ну, попадают в цель, то в таком случае, опять же, как мне кажется, в таком случае, это вопрос, скорее к вам, да, вот, это вопрос к вам, чем вас это задевает, чем вас это задевает, чем и почему вас это задевает, вот. На мой взгляд, это весьма, весьма, весьма важный аспект, вот, потому что, опять же, вы, ну, по сути склонны здесь к тому, чтобы обвинять человека, да, в том, что вам, допустим, ну, неприемно, вот, то, что вам, допустим, тяжело воспринимать, вот, но при этом вы, как бы, не видите, что, ну, сами, что проблематика, она исключительно ваша, то есть вы не реагировали бы так, если бы вас это не задевало, а если вас это задевает, то, соответственно, проблема у вас и решать ее нужно только путем непосредственно работы лично с вами, потому что, ну, другой человек, в принципе, может то же самое вам по вам говорить и даже, вот, не подозревая о том, что вам это неприятно, может быть, и, там, и так далее, вот. Поэтому с этими моментами нужно разбираться, вот. Ещё раз, эм, вас что-то задевает, я понимаю, работа необходима с вами, работа необходима с вами, ладно, с вами, не с, эм, ну, не с человеком, а с вами, это важно. Поэтому ваши претензии, это про то, что беспокоит вас. Дальше. Ночью она мне написала, что ей мешает моя прошлая жена и последствия дочь. Ну, пусть обращаются к психологу, поможем. Ни одну из них она никогда не видела. И что? Она ненавидит бывшую, не говорит причину почему, потому что ревнует. Для ревности нет логических причин. Родители мои, их и мои, мне хоть отказываются мотивировать тем, что ей так хорошо, что не хочет ехать туда, куда придел куда-то бывший, думает, что ещё приезжал. Ну, эээ, здесь опять же неуверенность вашей жены. К сожалению. Так что. Дальше. Об этом я позабыдил, бросил мать и бывшую, то пора прекратить между ними встречи, чтобы приехала только моя дочь. Бывшая в дом родители не схожа, а дочь хожа. Александр, это спасительство, вы оказываете медвежью услугу своей жене, к сожалению, вы ей не помогаете, вы ей ещё больше ввергаете её в вот её такое тревожное состояние, потому что она получает позитивное подкрепление от своих, ну, от своего поведения. Вот. В итоге оно так случилось, меня с грехом попалом поняли, я делаю это до своей настоящей жены, да и бывшая, чтобы не искала Путина, что вам о своём будущем думать. А она не думает, она не думает, Александр, она не думает о своём будущем. То есть, вот что вы такое пытаетесь здесь сказать. Вот. Ну, в принципе, всё. Про ссору, про то, что вас вызывает, я сказал. То есть, психологический грамм. Скандал – это вот то, что вам нужно почитать. То, о чём вам нужно почитать. Вот. На этом всё, Александр, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи! 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 Продолжение следует...